Доброе утро, страна Доброе Ранец! Беларусь, утро 11 декабря. С вами продолжают встречать Нина Мажей, Кольга Венская. Вы знаете, хочется двигаться по этому утру понедельника в ритме танца. И вы сейчас поймете почему. Потому что белорусские спортсмены Иван Корольков и Василина Полющиц стали чемпионами мира по спортивным бальным танцам. Титульные соревнования проходили в начале ноября в Нидерландах в городе Ассен в рамках легендарного турнира Dutch Open. Мы рады приветствовать наших юных чемпионов в студии Доброе Ранец и Беларусь вместе с тренером Дарьей Зубовой. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, наши юные друзья. Очень рады видеть вас в студии. Понимаю, что наверняка шлейф вот этого события, который тянется с ноября, еще сохранился. Вот поделитесь вашими эмоциями от этого увлекательного путешествия в том числе. Ну, это было, как вы уже сказали, очень увлекательно, очень интересно, что будет дальше, как все пройдет, как там будет, вот эта вся подготовка. И как оно все прошло, на самом деле, для вас лично, вот, в вашем зачете? Ну, это было очень трудно, но вот этот эффект в конце, вот, вау, это, ну, очень... Он был. Он был, да. Эффект вау. Я не удивлена, собственно говоря, что вы взяли золото. Я так понимаю, что, понятно, что каждое соревнование – это такой собразный даже светский выход на паркет, да? Расскажи, вот, когда ты понимаешь, что тебе приходится соревноваться, 23 пары, да, у вас в двух конкурентах, это не пугает или вот вы просто выходите кайфовать на паркет? Когда ты приходишь туда, ты такой начинаешь зажиматься, но когда впускаешь туда эмоции, то ты прям отпускаешь, тебе начинает становиться намного легче. То есть ты как будто уже никого не видишь на площадке, есть только ты, твой партнер, и все, и зажигательная чай-чай-чай. Это прекрасно. И только Дарья стоит и волнуется, и думает, ребята, давайте. Или что думает Дарья в этот момент? Расскажите про вашу эмоцию. На самом деле так и есть. Когда они выходят, ты понимаешь, что это тревожно, потому что хочется помочь, а ты уже ничего не можешь сделать. В этот момент, когда большие соревнования, на самом деле тренер является не просто тренером. Это и мама, и папа, и гримеры, и визажисты, и тут подшить, и тут поправить. И психолог, наверное. И психолог, да, и психолог, потому что они действительно вначале переживают, но Василина абсолютно права, когда они начинают, все, они в своей воде, и там уже просто как-то. Дарья, а можно совет от тренера всем тем, у кого сегодня, возможно, тоже какие-то важные мероприятия, да, вот перед самым выходом на паркет, что вы говорите им? Как настроиться? Какая самая важная фраза? Я их очень-очень люблю. Мне кажется, вот это, кстати, очень важно. Вот многие забывают говорить о любви друг к другу, потому что думают, что, ну, проявление эмоций, это как-то, да, не совсем солидно. А на самом деле это ведь очень важно, узнать, что в тебя верят. Вот что самое важное. А давайте поговорим о притяжении, да? Да. Скажите, как давно вы в паре танцуете? Сколько лет? Дело в том, что не лет, а только три месяца. А, даже так? Четыре уже, четыре месяца. И вы танцевались так? Так, знаешь, это судьба. Это интересная история, на самом деле Иван приехал к нам из Гомеля, он переехал в наш клуб, именно в Минск, всей семьей, это очень большой шаг. Очень благодарна, на самом деле, его родителям, потому что вот бросить все и переехать. Василина у нас, правда, очень интересная партнерша, и вот сложилась пара, они просто поставили цели и пошли. И вот пошли, пошли, и очень много тренировок, очень много всего, но это... Нашли друг друга, одним словом. Мы так понимаем, что это первая крупная победа, именно у вас, как у пары, да? Да. И причем спустя такое короткое время. А вот так, для понимания и нашего, и телезрителей, разумеется, Беларусь-1, что, какого рода это турнир? Почему мы его считаем самым престижным, ну, одним из самых престижных? Одним из самых, да. Ну, во-первых, это, ну, для других спортсменов это как Олимпиада, а для нас, ну, это чемпионат мира, и туда съезжаются все изо всех стран. Лучшие из лучших. Да, лучшие из лучших, и вот, когда ты проходишь финал, то там стоят все абсолютно разные страны, и тебе вот это чувство просто, когда тебе вот надо, прям надо это выиграть. Это было такое ощущение, вот, как будто бы последний раз танцуешь. Ну, надо же всем остальным тоже, они же тоже выходят на паркет с целью не просто танцевать, а выиграть. Не надо, но оказалось, что вам нужнее. Да, получается, нам нужнее, да. Василина, расскажи, после этого события прекрасного вы успели потанцевать еще на одном интересном фестивале, да, открытый российский танцевальный фестиваль в Санкт-Петербурге. Как там сложилось ваше участие, что оттуда привезли, помимо эмоций? Мы стали там вторыми, и даже как... На самом деле было сложно после больших титульных соревнований, сразу же следующая неделя поехали, и, ну, это для детей сложновато все-таки, им 11 и 12 лет, взрослые не все выдерживают, но им было сложновато, но они молодцы, они очень достойно выступили, при том, хочу заметить... Ну, слушайте, серебро, это прекрасная награда. Первое место тоже мы, белорусы, заняли там, да, это тоже наша пара, нашего клуба, ну, вот, так что нам было приятно и достойно выступать там. Вот наши телезрители, к сожалению, наверное, нет такой возможности, они не видят, но вот, поверьте, если бы вы сейчас были с нами в студии, вы бы точно заметили, какая у ребят осанка, как сидит Василина, вы бы видели, как она тянет ножку даже вот в этот момент. Мне кажется, вообще, вот, танцор, танцовщик, я не знаю, как правильно тут даже будет сказать, употребить, это вот какое-то особое чувство, да, Василина? Вот как ты в жизни, ты вот тоже так в классе, например, вот сидишь? Когда ты много занимаешься, ты прям начинаешь ходить даже в жизни так с осанкой, с эмоциями, с руками, и в школе также. Так, а давайте спросим у Ивана, расскажи, как танцы повлияли на твою жизнь, что они изменили? Ну, с переездом в Минск у меня очень много чего поменялось, я намного больше начала работать, и даже в школе порой, ну, смотришь видео, там, думаешь, как сделать, что лучше, ходишь, думаешь об этом все время. То есть ты полностью погружен в процесс 24 на 7? А в этом, мне кажется, и есть отчасти секрет победителей, когда ты не от соревнований к соревнованию, да, собираешься, а прям 24 на 7 всегда. А просто живешь этим, да. Да, Дарья, а если вот дать какой-то совет телезрителям, родителям, которые собираются, например, отдавать своих детей в танцы, с какого возраста лучше начинать вообще? Ну, у нас сейчас начинают с 4 лет, это больше как подготовительные. Ну, это еще рано, наверное, да? Да, ну, как подготовительные не рано, потому что там вкладываются азы, координационные вещи, а именно танцы танцами, это где-то 5,5-6 лет. И там уже вот чай-чай-чай-чай, а ваше любимое идет. Ай-яй-яй, так. Да, и дальше идут дети. А к чему сейчас готовитесь? Какие впереди соревнования, возможно, вас ждут? Поделитесь, пожалуйста. Ну, из таких больших, это мы поедем в Англию. Дай бог. Да, надеемся, что поедем. Там тоже очень крупный турнир, очень, один из самых легендарных, наверное, самый легендарный турнир. Потому что там просто легендарные люди, которые раньше были чемпионами мира, 16-кратный чемпион мира там. Теперь он не танцует, он педагог и сутья. И там много таких педагогов тоже. Здорово. Мы пожелаем вам, конечно же, удачи, будем переживать и болеть. И верим, что все сложится самым лучшим образом. Потому что мы смуфим на вас, но вы же настоящие звезды паркета. И мне кажется, что мы просто не имеем права отпустить ребят без танца. Вашему вниманию дуэт юных чемпионов Иван Корольков и Василина Палющиц. Ну, а мы, Ленмажей Кольговенская, друзья, отправляемся как раз-таки в ритме Ча-Ча-Ча. Увидимся сразу после новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok